Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. На улице снег, а у меня постепенно распускаются дома-орхидейки. Это нереальная красота! Особенно, смотрите, на новом цветоносе дикого котика открылся первый цветочек. И он такой необычный, такой красивый, такой прям весь как будто бархатный. Вообще нереальный! Мне кажется, у него немного необычно расположены пятна, и из-за этого он более такой какой-то особенный. Я сейчас покажу на старом цветоносе цветочек. Вот он. И на новом. Видите? Мне кажется, разница очевидна. Но сегодня видео будет о других орхидейках. Я хотела вам показать орхидеи, которые для меня загадка, которые содержат тайну в себе. Сейчас я вам их покажу и про них расскажу. Вот эти две маленькие красотки для меня пока загадка. Ну и у одной и у второй есть цветоносы. Кто давно смотрит мой канал, знает, что у меня был эксперимент. И две реанимашки. Они были маленькие в размере 1,7. И, знаете, у одной был вообще один только листик, и такая более или менее корневая система. У второй корневая система была похуже, но у неё было два листочка. Я одну посадила в качестве эксперимента в кору с трифермом. Такой вот прям влагоёмкий у неё здесь в стаканчике субстрат. Корневая была очень такая вот маленькая. А второй я посадила в мелкий керамзит, такой колото-мелкий керамзит, я бы так сказала. И, смотрите, они превратились в таких шикарных красоток. Немного отсвечивает. Постараюсь вот так как-то сбоку снять. Та, что в триферни выпустила немножечко раннейший цветоносный. Мне кажется, она будет тёмная. Цветочки тёмные, такие прям бордовые. Вторая орхидейка у неё и цветонос сам прям зелёненький-зелёненький. И мне кажется, они будут разные. И вот совсем уже скоро откроется эта тайна этих двух прекрасных орхидей. И, кстати, здесь внизу стоит нереальная красотка. Это Дасти Бэль. Но я знаю, что это одна из фабрик. Не знаю, правда, какая, потому что фабрик, по-моему, шесть. Насколько я знаю, они все разных цветов. И один цветочек открылся, такой мутантик, без губы. Кстати, кто знает, Дасти Бэль, какая из фабрик, напишите, пожалуйста. Мне будет очень интересно. Я даже где-нибудь подпишу. Вот такая вот она красавица. Ароматная. Аромат излучает только, когда открылось уже несколько цветочков. Когда цветочек только открылся, свеженький, он не источает аромат. Потому что, наверное, еще не созрели внутри колонки вот эти вот маленькие, такие как яички, петали. Поэтому, как только они начинают созревать, начинает, наверное, источаться как раз таки этот аромат для опылителей. Опыляются они с помощью, только есть одна муха, которая способна пролезть через колонку. И на голове к ней прилипают те самые по линии, да, которые потом с другим цветочком, как раз она так и получается, и опыляет. Но это, естественно, в наших условиях невозможно. У нас нет такой мухи. Но цветочки, орхидейки прекрасные, конечно же. И это вот ароматная красотка. Вот такая вся искрящаяся. Так. И пойдемте к следующей орхидейке. Есть у меня такая орхидейка бедолага. Как помните, она у меня упала. Даже неизвестно почему. Никого рядом не было. Просто грохнулась с подоконника. И переломала себе вот здесь вот листья, кучу корней. Я ее обратно посадила, потому что она вывалилась. И она сломала цветонос. Эту орхидейку подарил мне муж в прошлом году. И я не знаю, какого она цвета. Единственное, у нее был засохший цветочек, да, в горшочке, в покупном. И она была красивая, такая, какая-то пятнистенькая орхидейка. И вот мне очень хотелось посмотреть на ее цветение. Но цветонос сломался при падении. Ну и вот недавно я вот так вот поднимаю листочек. А тут, посмотрите, единственная почка, наверное, которая сохранилась на этом еще малюсеньком цветоносе, пробудилась. Конечно, пока не ясно, это будет цветонос или, возможно, даже детка. Но я очень рассчитываю увидеть ее цветение и все-таки понять, какая же это орхидейка. Вот я надеюсь, что скоро и эта загадка будет раскрыта. Следующая орхидейка, она у меня на фитильном поливе. В таких вот мне очень нравятся такие горшочки. Вот, единственное, да, минус, что здесь нет окошка, чтобы видеть те, сколько водички. Мне в этом плане нравятся вот такие горшки. Сейчас я вам их покажу. Вот здесь видно, видите, какой уровень воды. Но здесь есть минус, что внутри белый горшочек и не видно тогда корневую систему. В общем, там немножко недочет, тут немножко недочет. Если бы объединить эти два горшочка, было бы идеально. Вот, а так постоянно приходится приподнимать и смотреть, есть ли там вода. Орхидейка с шикарной корневой системой нарастила вот такие вот листики. И это аналог на Микки Кроу. В общем, да, понятно, какого расцветет цвета орхидейка. Но так как это аналог, я очень боялась, что вдруг она расцветет просто желтая, да, например, и без вот этих бордовых штрихов. Но сейчас она уже вот формирует свои бутоны. Так, фокусируйся. И я уже вижу, что есть на бутончиках и те самые такие бордовые штрихи. Очень интересно, какая она распустится, потому что сочетание цветов у этой орхидейки очень такой магический, красивый. А на желтом таком фоне будут бордовые штрихи, очень красивая. И я даже хочу купить именно не аналог на Микки Кроу, а именно настоящего Микки Кроу. И можно даже потом посравнивать, потому что очень красивая орхидейка. Меня вот порадовало. Здесь будет достаточно много цветочков для первого своего цветения. Вот я его очень давно ждала. И вот, наконец-то, я уже вижу, что всё-таки бутончики со штрихами. Как она только распустится, я самым первым делом для вас её сниму и покажу, какая всё-таки она будет. Так, здесь вот, смотрите, всё в бутонах. Вот эта вот нежнятина прям распустилась, прям нежная-нежная. Это орхидейка, которую я совсем недавно спасла с Леруа Мерлен. За 150 или за 180 рублей я её приобрела. Вот, и она меня уже порадовала, хотя прошло совсем мало времени. Она и листики нарастила, и корешочки, и пробудила почки на старых цветоносиках. Вот они. И выпустила новый. Вот я его уже смогла зафиксировать. Тоже будет расти. И вот она прям нежная-нежная такая. Даже сами лепестки, вы знаете, такие тоненькие, нежненькие. Такая вот она хорошенькая. И ещё у меня есть одна орхидейка. Вот такая гигантская. Кто помнит, я её спасла с магазина магнит семейного. Очень уж мне стало её жалко, потому что она была вся в мучнистом червяце. Но она была более или менее ещё как бы живая. Соседки её, по несчастью, были полностью уже съедены. Возможно, она была как бы с последним завозом привезена. А те, которые уже были съедены, они с предыдущего, их съели сильнее. В общем, там был ужас. Я даже фотографировала. Просто все орхидейки стояли в мучнистом червяце. Я её выбрала, потому что у неё на цветоносе был один уже такой увядающий цветочек. И один бутончик. И я знала, что она не белая и не бордовая. А что-то такое персиковое наподобие, знаете, золотого леопарда. Или что-то вот такое похожее. И вот, смотрите, совсем скоро эта тайна тоже будет открыта. Совсем уже осталось. Совсем немножко. Очень надеюсь на то, что это всё-таки правда золотой леопард. Потому что я мечтаю об этой орхидейке. Да, во многих завозах я снимала, они были. Но я вот не решалась купить. Потому что вот такая гигантская у меня орхидейка на два цветоноса. Вот они. И если это всё-таки золотой леопард, да, голден леопард, то смысла нет приобретать аналогичную орхидею. Вот дождусь, как откроется. И если это не она, я обязательно куплю себе золотого леопарда. Очень красивая, яркая орхидейка. Которая, как я знаю, тоже любит подсвести. У неё красивая розетка. Вот. Поэтому надеюсь, что это именно эта орхидея. Кстати, смотрите, гигантские у неё такие листочки. Эта орхидейка растёт с ционом, кстати. Больше ничем я её не удобряю. Она нарастила вот такой вот огроменный лист после того, как я добавила цион. Вот. Видите, он больше, чем предыдущий. Вот насколько. Не знаю, заслуга циона или просто моего ухода, что ей понравилось. Вот эти точки меня часто спрашивают, что это такое. Это приземляется так попугай. Вот. Отпускают детишки его. И он, приземляясь, вот такие делает дырочки. Видите, и здесь такое, и здесь. Кстати, это тоже орхидейка с огромными такими листочками. Не хочет фокусировать. Это горячий поцелуй. Тоже вот, смотрите, какой красавчик. Тоже вот здесь разветвился у него цветонос. Цветонос будет красиво. Такой длинный, длинный. Будет красиво пышное цветение. Кстати, орхидея горячий поцелуй очень любит прям длинные-длинные такие выпускают цветоносы. Они потом ещё вот так каскадом спускаются и цветут. Очень красиво. Бабочка моя. Вот такая нежнятинка. Знаете, переставляла его с окна на окно. И когда доставала, видно, вот немножечко где-то его, ну вот, когда зацепился, например, за цветок, я его доставала. И вот они как-то так покрылись такими, как немножечко повреждениями. Теперь жалею вообще, что я его трогала. Лучше бы где стоял, там стоял. Потому что цветок у дендрофаленопсиса намного нежнее, чем у фаленопсиса обычного. Да, вот видите, даже тут такой поплотнее цветочек. А здесь всё-таки он более нежный. Кстати, это йод. Если вдруг кто-то скажет, что у меня грязные ногти. Нет, это йод вымазался. Вот такая красота мультифлорка. Тут она, кстати, доращивает на каждой веточке, доращивает бутоны, доращивает, доращивает, доращивает. Старые сушат, новые вот ветки попробуждала, посмотрите. Так что цвести она будет ещё долго. Вот такая красота. Совсем скоро откроются все тайны моих орхидей. Все секретики будут раскрыты. Очень-очень этого жду. Надеюсь, вы со мной. И кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить видео, когда я покажу этих красоток, какие они будут.